Я воспользовался своим правом, отклонил в течение 10-дневного срока, наложил вето на данный нормативно-правовый акт, высказал свою позицию о несогласии с отдельными пунктами данного нормативно-правового акта и в установленные сроки направил для рассмотрения в Думу городского округа Богданович. Однако Дума городского округа после получения вето и обоснованного, мотивированного отказа в подписании данный нормативно-правовой акт вновь не рассмотрела и не преодолела вето главы городского округа. Более того, применила данный нормативно-правовой акт, по результатам работы которого был избран глава городского округа Богданович. Я считаю, что факт использования Москвины Владимира Александровича как главой администрации Думы городского округа правоотклонения не использовал, в силу того, что в течение 10 дней мотивированный отказ в Думу городского округа не возвратил. Решение Думы городского округа Богдановича от 6 июня 2017 года на 54-е председатель действующихся для его принятия. Что дальше? Теперь вы возвращаетесь к своему обязанностям главы. Дальше будет следующий шаг. Мы, во-первых, получим решение суда в установленные сроки сейчас. И в городском суде у нас на рассмотрении еще одно дело об отмене решения конкурсной комиссии, которые были приняты на основании недействующего положения. Суд это сегодня подтвердил. И об отмене решения Думы об избрании главы. То есть следующий этап – это судебное разбирательство, которое будет в городском суде города Богдановича. Владимир Александрович, я правильно понимаю, что пока будут проводиться все эти процедуры, обязанности главы будут продолжать исправлять главы администрации? Пока без комментариев. Не знаю, в свой кабинет не скоро еще вернете. Продолжение следует...